Добрый вечер! На сегодня лидером по поставкам в сирот районов являются Калинковицкий, где держзаказ, выконаны на 45%. Далее, где Добрусский, там задание выконано на 26%. На третьем месте Гомельский район с процентным показчиком 22%. Наибольший акт у нас сейчас связется продаж жито и пшеницы. На элеваторы поступили так само первые парты аусам. Мы работаем круглосуточно, машины у нас поступают круглосуточно, днем и ночью без остановок. Лаборатория отбирает образец, производит анализ и дает нам заключение, какой класс пшеницы, сухая, сырая. И по распоряжению лаборатории мы уже загружаем все лоса. Зерно соответствует качеству, в основном идет сухое, с хорошим качеством. В уголе селета аграры Гомельской области повинны поставить 145 тысяч тонн сборжа. З их 65 тысяч тонн пшеницы и 55 тысяч тонн жито. И уже сегодня, оценивающие прогнозы специалистов, бачно, что эта задача для региона выкональная. По оперативных даденах зараз убрано, например, на чверть площадь сборжевых. Воловый сбор складает больше, как 240 тысяч тонн при середине ураджайности, извыж 29 центнеров с гектара. Яна, даречи, больше, как на 7 центнеров с гектара, высшая за минулогоднюю. 101 человек зарегистровался в Гомельской области в якости наглядальников на выборах депутатов Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь 6-го скликанья. Это члены политических партий, громадских организаций, а так само представники працовных коллективов. Тем временем на Гомельшине протягивается сбор подписов в поддержку потенциальных кандидатов в депутаты. Как означали у областной выборчей комиссии, селета инициативные группы больше активно используются мягчимостью сбора подписов на пикетах, чем это было на минулих выборах. Покинуть свою подпису в поддержку кандидатов в депутаты может гражданин, которому исполнилось 18 лет. У подписный лист вносятся его прозвища, имя, имя по-батьку, день, месяц и год на роджение, докладный адрес, серый номер пашпорта. А кроме подпису, повинна быть указана дата его унесения. Один и той же человек мая право покинуть свою подпись за родственных кандидатов, але только один раз за кожного. Протягивается и влучение працовными коллективами кандидата у депутаты Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь. Чарговая конференция отбулася на Гомельском заводе «Литяй Нармалев». У делу ее приняли каля 180 представников працовного коллективу. Разглядалося питание об влучении кандидата у депутаты Виталя Шилова. Он мая две высшейшие эдукации по правознавстве и маркетингу. Пройшел навучание у аспирантуры. Четыре годы отдал службе у органах внутренних справ. На заводе «Литяй Нармалев» почал працавать у 2007 года. Пройшел шлях от ведущего экономиста до намесника директора по идеологичной работе и керовании персонала. Подчас конференции члены коллектива умели макшимость выказать свое меркование об вздольностях Виталя Шилова як потенциального депутата и проголосовать. По выниках конференции, я и аудельники дали высокую оценку своему коллегу и подтримали его кандидатуру. Шилова Виталия Петровича знаю я уже давно. Работал он в разных должностях на заводе. Кстати, недавно он был избран и участвовал в пятом собрании всенародном белорусском. Поэтому и весь коллектив завода, и профсоюзный комитет завода считают, что это достойная кандидатура. Работа депутатского корпуса не обмяжовывается только законотворчим процессом. У своей выборчай окрузе депутаты сустракаются с жихарами, знакомятся с их пропановами и проблемами. У вынику выражения находятся вопросы как конкретных граждан, так и целых населенных пунктов. Про тяг темы в наступном сюжете. Газификация агрегородка Козловка у Светлогорском районе падает долгочаканная. Життя ведь давнюю мару Жихару допомогла депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Галіна Филиппович. Вязковцы кажуть, зараз их життя станет не просто зручным, а и с правдой сучасным. Начиналось еще с 2010 года, когда сказали, что будут вложить газопровод в Паричи, газифицировать большие эти дома трехтажные, чтобы не подвозить газ. И в 2014 году у нас уже вложился газопровод со Светлогорска до Парич, и у нас 21 февраля было собрание, создали кооператив. И вот начались заявления от людей. Усягу газ будет подведены до 76 домов, у которых проживает прикладнополова насильництва агрегородка Козловка. Чекается, что все необходимые работы завершить уже нею, а уже в вересне будет подключено газовое обсталевание в домах. Еще один приклад депутатской допомоги у Чырковицкой средней школе имя Стефановского. Тут долгий час в остров стояло пытание замены оконных блоков. В осенний-зимовый период у особных классах температура складала усягу 12 градусов. Замена оконных блоков была первоочередной задачей, и, конечно, назрела необходимость обратиться к депутату Палаты представителей Филипповичу Галине Васильевне. И спасибо ей, она дала запрос управлению образованием. Гомельского облсполкома нам были выделены средства для замены оконных блоков во всех учебных кабинетах. Великая увага надается и развитию молодежных инициатив. На один из приемов до депутата Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Галины Филиппович пришла группа школьников. Подлетки выказали пропонову об створении у Светлогорску пляцовки для ролеров, скейтбордистов и велосипедистов BMX. Не прошло и двух тюдней, как у райцентра приступили до реализации молодежного проекта. А пробовать спортивную пляцовку все ожидают, что смогли уже в день города, в вересне минулого года. Тут и показываешь финты, все красоту, все смотрят, все наблюдают, всем нравится. Я был ездил в Речицу, ездил в Гомель, ездил в Мозрик. Площадка вот по такому лучше сделана здесь. В Речице то, что там большое сделано, оно, конечно, хорошо для скейтбори, для скейтов. Это нормально учиться. Но здесь для начала самое лучшее. Особливо тут шматлюдно у вечера. Молодь с корыстью проводить вольный час, а головное популяризуясь род одногодков спорт и здоровый ладжиття. Дмитрий Котов, Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадуя компания «Гомель», Светлогорский район. Размова об перспективах развития Светлогорского района пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостем студии станет депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь, член постоянной комиссии по державным будовництвям, местовым самокеровании и регламенте Галина Филиппович. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 19.01. Свои пытания вы можете задать по номеру телефона промога эфиру у Гомеле 77 68 45. Протягиваем выпуск. Выники службовой деятельности супрацовника Гомельской мытни за первые поугодия 2016 года были подведены сегодня у областным центры. На протягу шести месяцев уголовная увага была сконцентрована на удосконалении мытного контроля. У першую чаргу это тычется пытанием напауняльности бюджету за кошты мытных платежов, а так само боротьбы со злашинностью и администрационными правопорушениями. За первые шесть месяцев года собрано больше, как 5 триллионов недоминованных рублев. У середнем на одного супрацовника приходится 7 миллиардов платежов. За первые поугодия выявлено больше, как 1600 администрационных правопорушений. Узбуджено 29 криминальных справ. Амалиусеяны связаны с незаконным перемешением наркотышных сродков и сброи. Означались так само факты ухиления от уплаты мытных платежов убойным по мере. На сегодняшний день мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что через границу незаконно перемещаются лекарственные средства, содержащие в своем составе психотропные вещества. И в последнее время мы отмечаем увеличение количества случаев недекларирования товаров физическими лицами при перемещении через границу. По час ходу особистых составов Гомельской мытни, сопрацовники, которые досягнули успеха в выполнении своих службовых обвязков, отримали дипломы и подяки от керавництва. У высшейших научальных установок Гомельской области застались вакантные места на бюджетную форму навучания. Размова идёт про две ВНУ – Мазырский Державный Педагогичный Университет имя Ивана Шамякина и Гомельский Державный Университет имя Франциска Скарыны. У Мазырской ВНУ засталось 11 вакантных мест на дённой форме навучания по специальности математика и информатика. Так само треба добрать 8 заводшников на специальность профессийное навучание в уголине машинобудования. У Гомельским Державным Университет имя Франциска Скарыны засталось одно свободное бюджетное место на заводшную форму навучания по специальности лесная господарка. Добор у этих ВНУ будет проходить с 26 по 28 липень. У остальных высшейших научальных установок Гомельщины все бюджетные места заполнены. Зараз проходит приём документов на навучание на умовах оплаты. Ён протягнется по первая жнивня. Сё лето на один день повеличены термины за лечения на платной основе для грамадян Беларуси. С другого по четвёртая жнивня. Это даст махчимость ВНУ больш якосно провести работу по заключении с абитуриентами договоров на навучание. Важно так само запомнить, подавать документы неполнолетние абитуриенты обовязково повинны разом с батьками. У Беларуси обмежавано купание на водоёмах 23 зон отпочинку. Про это поведомили у Республиканским центры гигиены, эпидемиологии и грамадского здоровья. У приватности купания детей и дорослых обмежавано на троих водоёмах Гомельской области. Говорка идти про пляжи на возере Камарына и на Днепры у Рогачёве. А так само Левобережье, Прыпяти, а до автомобильного моста до Речиша Мерлявецы у Мазыры. А кроме того, у двух зонах отпочинку у Гомеля обмежавано купание детей. Гэта пляжи Каскад-1 и Каскад-2. Оранжевый уровень небеспеки обвешаны на завтра у регионе. Подадзенных областного гидрометроцентра у ночи на большей части территории в области у день местами пройдут моцные дожжи. У особных районах на больнице ветер полночный с переходом на пауднево-заходни 6-11 местами порывы до 15-18 метров за секунду. Температура по ветру складе у ночи до 16-ти, у день до 20 градусов. Опадки прогнозуются и на протягу наступных дён. А лет температура по ветру почти поступово повышаться. У пятницу шакается до 25 градусов, у субботу до 27. И до новинок культурного життя. Скульптура гомельского майстра Сергея Партянкова удостойна престижной французской премии Тейлора. Она уручается что год у двух накерунках мастатства – живопись и скульптура. С Сергеем Партянковым сострелись наши корреспонденты. Гомельчанец Сергей Партянков – скульптор-самовучка. На протягу 10-ти годов он створяет металличные скульптуры с деталями и механизмами. Первую строкозу мастак сконструивал в 2006-м для Сябра. С тех часов его коллекция возросла до 25 работ. Началось все с того, что сделал для товарища стрекозу на его газон. Стрекоза у него долго его радовала. Вот на этом газоне хорошо смотрелось. Ну и я себе, не имея газона, но мне тоже захотелось иметь такую же стрекозу, я сделал ее. Скульптура Сергея Партянкова – металличные рыбы, строкозы, жуки, Джон, Пол, Джордж, Рынга и Брайан – это пять раз являются тезками знакомитой четверки из Ливерпуля и их продюсера. Битлз – это те же самые жуки. Кожная скульптура складается с сотнями разных элементов – запчасток автомобилей, мотоциклов, компьютеров, будильников. Головные инструменты мастака – это дрель и отвертка, не як из пайки. Все излучения должны быть живыми и рухаться, лечить майстер. Любого из персонажей Сергея может собрать и разобрать за несколько часов, что вельми зручно при организации выставов. Так, после черговой экспозиции, фотографии работ Сергея Партянкова трапили в интернет. Там их убачили организаторы конкурса на премию Тейлора и сами запросили его до отдела. Премия Тейлора уручается, что год у двух на прамках мастацтва – живопис и скульптура. Белорусский павильон был представлен у першыню. По умывах конкурсу у Парижа работа повинна быть с папирой и клеем. Тому Сергею довелось изробить копию металличной скульптуры. Процесс оказался складанным. По-первых, это совсем новый материал для маэстро. Отклау шиншую справу, и он поспел все подрактовать за два месяца. По первого ура Бороса привезли на самолете в опошенный день приема работ. Але это не перешкодило ее стать первой порошенной комиссией. Это было для меня, честно скажу, неожиданным даже, потому что это мир. Там участвовало более двух тысяч художников. Это все-таки что-то значит. И когда мне это сообщили, конечно, я был рад, я был горд. И за себя, и за страну, потому что мы первые с Валентиной Шобой, которая получила в Беларуси эту премию. Барона Тейлора. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен и у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин